Вот воды уже нету какой день? Сколько дней? Ну три дня, четыре, вот уже нету. Коммунальное бедствие в доме Александра Зелеева и еще пяти десятков погорельцев случилось в феврале и понадобился не один день, чтобы из кранов вновь побежала вода. Сначала выяснилось, трубопровод зарыт достаточно близко к поверхности, на глубину полутора-двух метров. Строители принялись отогревать сети. Как это было, своими глазами видела Галина Шведчикова. Три недели без воды очень тяжело, а устраняли две бригады были, по два дня работали. И вот на четвертый день только добились. У них была бочка, костер сжигали и, в общем, паром отогревали. А, отогревали воду? Да, отогревали паром. Но даже после этого проблема не исчезла. Тогда строители нашли еще одно слабое место при заходе трубы в дом. Есть определенные нормативы его строительства, однако проектировщики жилья этого не предусмотрели. Теперь перемерзание труб неизбежно, считают специалисты. От края фундамента до ввода холодной воды в дом должно быть 3 метра. Представляете? Это значит, где-то в центре дома практически, да, у вас будет ввод в дом холодной воды. На что это будет похоже? Тем более то, что у нас, например, фундаменты, значит, залита монолитная плита, на плите дома стоят. То есть у нас под домом нет технических помещений, где можно было разместить, провести воду там или канализацию. Компания АВК «Строй» по просьбе властей взялась за решение проблемы. Заново вскапывать землю и глубже зарывать и переутеплять магистральные сети зимой нереально. Да и в теплое время года слишком дорого. Поэтому строители провели в трубы так называемый прогревающий кабель, в частности, используемый в технологии теплых полов. Электричество он берет немного, а результат надежный. Включаем прогревающий кабель. 15 минут обязательно включение. Потом 5 минут выключим, держим, а потом проверяем, открываем. Побежал нормально, значит, все. Каждый день мы прогреваем, каждый день, раз в сутки. Таким образом, проблема устранена по 10 адресам. Но даже сейчас при теплой погоде случается перемерзание труб. Такие неполадки устраняют в оперативном порядке. И, по сути, во всех домах Погорельцев необходимо установить прогревающий кабель. Но на это требуются отдельные деньги. Как только начнется финансирование этого проекта, сразу же будем дальнейшим. То есть, в принципе, у нас на сегодняшний день все понятно, сколько мы можем в день устанавливать таких кабелей. И что в течение буквально, я так думаю, месяца полтора-два мы можем, в принципе, весь этот вопрос полностью закрыть. Еще одна злоба дня – это сырость. До сих пор есть дома, где плачут окна и потолки. Погорельцев просят регулярно проветривать комнаты. И те, кто следует этому совету, результатом довольны. Впрочем, это не снимает с повестки вопрос об утеплении крыш, которое, по мнению Погорельцев, должно снять проблему конденсата в их домах. Все это – головная боль правительства республики, так как генподрядчик Черногорск, отдел строй, не в состоянии этим заниматься. А жилье Погорельцев имеет гарантию на устранение всех недоделок, которые могут появиться в течение пяти лет.